Приветствую вас. Идеально в вашей ситуации было бы пойти психотерапию, вот идеально было бы в вашей ситуации, это это, то есть вот непосредственно заняться психотерапией для коррекции вот тех негативных вещей, которые вы сейчас ощущаете, которые вы сейчас чувствуете, да, вот это было бы прямо идеально сказать, то есть это именно вот такая работа над, ну вот работа по решению внутренних конфликтов, по решению внутренних противоречий, вот, по решению внутренних проблем, по раскрытию и проживанию, как сказал мой коллега Сергей, боли, вот, но все это опять же психотерапия, вот, это не что-то, что вам нужно делать, вот конкретно, да, это психотерапия, работа, вот, это, да, такая достаточно, может быть, длительная история по времени, вот. Следующий важный момент это то, что расставание в любом случае является травматичным, вот, ну любое расставание это травма. Почему травма? Потому что нарушаются привычные причинно-следственные связи для человека, вот, и новых причинно-следственных связей так получается, да, что выработать человек не успевает. И это очень сильно в некоторой степени травмировать, вот, ну иногда достаточно серьезно, вот как в вашем случае, например, вот, и, соответственно, с травмой нужно работать. Да, то есть, работа с травмой заключается, опять же, в проживании каких-то вещей, в осознавании своих чувств, в поиске такой вот, что я бы сказал, проблематики. А, ну, потому что, потому что, потому что. Итак, вы пишите, расстались мужчины, с которыми состояли в отношениях четыре года. Ну, давайте так, из-за чего, из-за чего расстались, в первую очередь. Ага, из-за чего расстались конкретно, да, какая причина была зарастала, зарастала, да. В предыдущую разрывательные куски от того, что не смогла сохранить отношения. Ну, Анастасия, видите ли, тут есть довольно деликатный момент. Дело в том, что разрывает на куски от того, что не смогла сохранить отношения. Это больше про ваши потребности в отношениях, нежели чем про невозможность, например, сделать человека счастливым. Это больше про то, что вы потеряли в отношениях, что вы потеряли. Соответственно, работать нужно именно с этим, с тем, что вы потеряли в отношениях. Что мы делаем в этой ситуации, мы просто хочется умереть от боли этой. Ну, у боли есть природа, Анастасия, и, соответственно, природу боли можно и нужно выяснить. Дальше уже посмотреть, куда и как, в каком направлении с ней работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...